Здарова друзья, с вами Влад Капуста, уже сегодня в этом выпуске мы совместно с вами уже тотально анально сумели уничтожить состав Димы Тепло. Ребята, прежде чем я буду начинать, напоминаю вам, хотели бы от меня получать абсолютно любой абонемент, который у нас доступен в игре, звездный либо абонемент полёта, то просто-напросто ставьте палец вверх, пишите крутой комментарий, Также обязательно оформляйте подписку на мой ютуб канал, открывайте ваши подписки на ютубе и самое главное подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что именно там будут находиться для всех вас результаты. Абонемент шикарный, с помощью абонемента сумеете забрать наилучшие награды, которые здесь доступны, или как Антона карточка, лучшая фигу карточка, также 1000 поинтс, усиление навыков, очки селекции, также вот все жетоны, которые вам реально пригодятся в данном событии. Если вдруг вы испытываете проблему с покупкой фифа поинтсов, либо звездного абонемента, то вы можете обращаться ко мне, нужная ссылка находится в описании, через меня можно закупить всё официальным путём и без каких-либо блокиров, напоминаю то, что сейчас здесь удастся на покупку фифа поинтсов, официально не какой-то там на пыльт, ну игрок-то 100% выпадет, но желательно мастер какой-то там, если есть такие шансы. Фух, мастер, пожалуйста, выпадай мне сейчас. 90 плюс, желательно, если бы 100 плюс выпадал, вообще б цены не было. Ну я на 90 плюс тоже согласен, но пока что такого нету. Сауль, заходим в тропическое турне, здесь пособираем тоже награды, ничего не забирал, в прошлый раз я завтыкал забрать отсюда награды. Капец, я просто не представляю, как я завтыкиваю делать это. Опа, опа, нет, блин, я уже успел обрадоваться. Ну хорошо, Алекса Телос за карточку заберем. Начало должно быть максимально интересно, я думаю то, что уже данного события нету, когда выйдет видос от Алекса Телоса карточка, добро пожаловать. Хотя, конечно, я знаю то, что ты не особо дорого стоишь. Не, ну за 70 лямов я его вряд ли сумею продать, я не верю в такое. Такого не может быть, если бы такое было бы, я бы сейчас был бы максимально рад. Эх, завтыкал я пройти один раз испытанием. Ну придется, придется подтвердить, нажимаем. И получим еще карточку 97-го рейтинга, Вальверда. ЦПшник, 97-й, добро пожаловать в состав. Ну, конечно, я его солью, поэтому так, придется. Сколько ты стоишь? Нет цены? 11 лямов? Ну, ради 11 лямов, ну, возможно, стоит то, что я его забрал. 800 тысяч монет, ну, это плохо. В разделе прибои мне нужно открыть ровно 51 набор. Я думаю то, что вам вырежу это все, не буду вам показывать, как я открываю все эти наборы, потому что я буду открывать их до завтрашнего дня, мне кажется. А их тут столько много. Я забил на эти наборы, я не всегда даже заходил, не всегда получал. Опа, наконец-то, наконец-то, я уже подустал открывать эти наборы. Я вам реально об этом скажу. Ух, выбил я его. Симон, сколько ты стоишь? 41 миллион монет, но в такие цифры я не верю. Это невозможная цифра и нереальная. 75 тысяч монет я выбил, наконец-то. Осталась последняя финальная награда по центру, которая находится. Усиление навыков забрать, да и все. Опа, предметы переноса ранга. Кстати, на них хватило идеально. Тропическое турне. На монетки хватает? Тоже хватает. Ого! Так еще достаточно немало награды я сумел получить. Плюс я еще заберу 100% золотых ярков. Я подустал открывать уже эти наборы. Можно с ума сойти, пока ты их открываешь. Надо было, походу, каждый день их фармить. Буду стараться получить улов дня. Мне нужны все-таки усиления навыков. Будем пробовать. Что поделать? Усилки нужны больше всего сейчас. Да, сразу выпали. Да, ну нафиг. Охренеть, конечно, удача. Я устал открывать. У меня осталось 17 блесен. И я не хочу уже открывать. Не хочу. Просто надоело уже. Давайте мы получим троих игроков 70+. Ради этого я открывал. Ради этих троих игроков я столько времени потратил. Я отвечаю минут 20 где-то. Сидел, клацал на эти кнопки и получал награды. Еще при том не все открыл. Поэтому мы прямо сейчас забираем награды. Да и ну нафиг. Я не хочу больше этим заниматься. Вот не хочу просто. Фух. ППшник. Надеюсь, не зря. И Зевертону, кстати, хорошо уже. 88-й. Ну, такое себе. 190 тысяч монет. Очень плохо. Ради 120 усилений навыков, которые, возможно, я смог бы получить. Но не факт. Под вопросом огромным. Притом, не знаю. Не хочу даже. Солнечные берега. Зайдем сюда, в этот раздел. И интересно, у меня хватит, не хватит. А, должно хватить, кстати. Да, усилений навыков 600 штучек. Показай все. Давайте два раза лучше на фарт пооткрываю. Керс с ним, пускай лучше два раза и раки выпадут. Посмотрим, что будет падать. Надеюсь, не зря я открывал эти наборы. Ну, походу, зря. Ну, возможно, нет. Залямчик. Ну, нормально. И здесь могу еще один набор открыть. Пожалуйста, Миди либо Каутиньо. Если можно, выпадите им навы. Смотрим, что будет падать. Да ну что, еще раз? Нет. Походу, здесь рейтинг пониже уже будет. 90. Ну, 400 тысяч монет. Ну, хоть как-то. Ох, надеюсь, я в правильном направлении испытался удачу. Интересное событие все-таки. Мне понравилось. Абонемент полета. Заходим сюда. И здесь я тоже хочу пособирать награды. Собрать все. Я завтыкал, но еще не прошел. Надо будет исправляться, показать. Тайный сувенир выпал. Надеюсь на то, что скоро нам уже откроют возможность тратить тайные сувениры. Летние каникулы Европы. Заходим сюда. Курс полета. И продвинемся, я думаю, в нужном направлении. Посмотрим, 70 плюс игрок, кто выпает. Никто особо не выпал, поэтому... Все очень грустно. Ладно, продвигаемся. Я оттуда буду забирать усиление навыков. Посмотрим, кто сейчас выпает. Награда полета 307. Тоже здесь будет. Какой рейтинг. На. Опа. Укаку. Ну, хорошо. 1750. Если честно, уже задупленный сижу, потому что я открывал эти наборы. Я с ума сошел, пока я их открывал. Я так много открывал эти наборы. Заблеск надо. Просто с ума сойти можно. Если вы копили и в самый последний день начали все открывать, я думаю, вы выкупаете. Что-то такое, когда открываешь столько много наборов. Надо было, походу, на кликер ставить. Да и не париться вообще. Я вам напоминаю то, что для вашего комфорта у меня появился бот в телеграм-канале. С помощью него вы сумеете сделать донат в игре за считанные минуты. Нужная ссылка находится в описании. Заходим на рынок. Мы игроки проверим. Хоть одного из них я сумею продать в Альверде. 11 лямов. 11 600 его готовы купить. Давайте продавать. Подтвердить. А, кстати, может быть он и подорожал бы после того, как событие пройдет. Я мог его и дороже продать. Зачем я это, кстати, сделал? Хрен, я его продам. Симон, сори, тебя не продать. Алекс, тебя хоть можно? Тоже нет. Да, понабирал кучу ненужных игроков, которых нереально продать на рынке. А в Альверде был шанс то, что подорожат. Я и не подумал насчет этого даже. Габриэля хоть реально продать? Такое событие крутое, но игроков, которые ты выбиваешь, ты не можешь продать никак. Пиреса карточка уже 190 тысяч монет стоит. Я думаю, то, что его возможно стоит и продать. 199 миллионов монет. Я вот не знаю, продавать ли мне карточку Пиреса, либо не продавать. Горинча 178 стоит. Видич 225. Замброта тоже 292. Проверим, сколько лама карточка стоит. Сот рейтинг. 262 миллиона монет. Ну давайте мы за эту стоимость постараемся купить лама карточку. Не знаю, смогу, не смогу. А мои руки, зайдем сюда и карточку, например, Пиреса я все же продам. 199. 199. Хотелось бы, конечно, дороже за карточку Пиреса, но хотя бы 199 забрать, да и будет неплохо. Эти две карточки я вряд ли сумею продать. Мне почему-то кажется, то что стоимость карточек Крещану Роналду и Пушкоша будет со временем падать. И еще так нормально упадет, как только у нас выйдут карточки героев. Будем наблюдать за этими позициями. Плюс еще у нас хороший центральный защитник появится и ОВ-шник. И, видимо, из-за этого Венисиус тоже подешевеет спустя 3 недели. Две сумасшедшие карточки, которые должны оказаться у меня в составе. Я вам напоминаю то, что через меня у вас есть хороший шанс приобрести FIFA Points и звездный абонемент официальным путем и без каких-либо блокировок. Либо участвуйте в конгрессе и получайте от меня бесплатно АПЕК на ваше усмотрение. Так что лайк, подписочка, да и комментарий. А мы продолжаем. Было бы неплохо, чтобы давали не по 250 усилок, а по 500. Моя команда. Усиление навыков. Сразу 4 усилки могу прокачать скорость. ПВ-шника Горинчи мы оставляем карточку. Владение мячом. Венисиуса тоже пока что оставляем, но 100% должен находиться у меня в составе. Монетки быстро израсходуются. Отбор мяча. Видича карточку я тоже оставляю. Не хочу его продавать. И ОПЕКа. Ван Дейка мы тоже закачиваем. Было бы неплохо, чтобы я сумел перенести все карточки на парочку усилений навыков. Но это сложновато сделать. Поэтому со временем только сумею сделать данные манипуляции. Ну ничего, скоро все придет и будет такая пушечка прям настоящая. Заходим в стартовый состав и 123 ОВР я сумел сделать. Я давно ждал того момента, когда смогу прокачать усиление навыков себе. Но уже очень сложно в этом сезоне все качается. Я не знаю, неимоверно сложный сезон, но достичь такого успеха я сумел. И надо проверить, какой сейчас максимальный ОВР у всех моих соперников. У меня в составе Миньяна карточка, Венисиуса, Пушкоша, Роналду, Горинчи, Дебрюна, Лэмборда, Ван Дейка, Видича, Замбротта и Александра. Но вместо Александра будет стоять карточка Лама. Надо его как-то на рынке выкупить. Буду наблюдать за его карточкой, но за такую стоимость 275 я бы с радостью его взял. Продайте мне, пожалуйста. И Пиреса купите. Я не знаю, что с Пиресом просто делать. Я думал, он подорожает. Оказалось, что еще и подешевел. Сейчас я вижу то, что максимальный ОВР состава это 126. Больше нету. Ну, вот так вот, ребят, вот так вот. Поэтому есть шансы, что я тоже в топы сумею попасть, если, конечно, позадрочу. Но мы продвинулись прям максимально круто за полгода всего лишь. Полгода и у нас такой сумасшедший состав, от которого я сам без ума. Сыграем разочек на Пушкоша. Пушкош. Оп. Молодца. Обожаю карточку Пушкоша. Вначале нужно было к нему привыкать. Но сейчас прям талантище на футбольном поле у меня. Если у вас бюджет позволяет забрать эту карточку, ну, я думаю, вы будете в лютейшем ажуре. Здесь я не знаю, что натворил. Венисио сумеет отсюда забить? Да, в нижний уголочек. Я играю с эмулятора мышкой. Вы не думайте, что так вот все легко. Я бы финт, конечно, сделал. Но финтом тут сложновато. Пользоваться. Хотя, конечно, если привыкнуть играть с эмулятора, то можно и нормально так раздавать нашим соперникам. Пушкош. А ну-ка, давайте финтом попробуем. Ай. Ах, сложно. Нет, Беллин. Лучше бы я не пробовал финтом это все делать. Ну, ладно. А соперник пока что нас догоняет. Из-за того, что я ерундой занимался, надо было выбить мяч. Если вижу то, что не получается, лучше даже не пробовать. И Пушкош, да, решает. В одно касание, просто принял, забил. Изично для него. Что за... У-у-у, хотел сказать, что за плёточка. Нереально оказалось, что там не плёточка, а прям сверх плётка, которая улетела на другую планету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Криштиану Роналду. Бэм. А ну-ка. Давайте сейчас попытаюсь финтом обойти. И вот так вот забить. Да. Ну, что вам сказать. Состав мне очень нравится. Я думал, другой схемой играть. Но понимаю, что эта схема самая наилучшая для меня. Нужно последний раз сыграть. Закрепить хотя бы. Опа. Даже финтом сумел воспользоваться с эмулятором. Пушкош. Пушкош. Пас на Венисиуса. Венисиус принял. И. Опа. Бляха. Ну, кайфую я, конечно, от карточки Пушкоша. Есть один минус. То, что Пушкош начал чаще намного появляться, нежели чем Роналду. И Роналду в этой схеме, хоть вроде бы и второй нап, но редко задействован. Почти всегда на себя всё берёт Пушкош. Это, конечно, хорошо, но Роналду тоже хочется играть. А как-то им особо не пользуюсь, вроде как. Одни моменты у Пушкоша. Хотя раньше мне карточка Роналду уж очень нравилась. А Дебрюне? Что у тебя по пасеку? Ну, это, конечно, немыслимо плохо было. Дебрюне, если будет такое повторяться, я тебя продам и куплю другого ЦПшника. А ну-ка, Пушкош, Пушкош, Пушкош. Ой, я не то сделал, но тоже забил. Случайно нажал не ту кнопочку. Рывок. А ну-ка. Да, даже так возможно забивать. Жесть, тупые раки разбегаются, когда Пушкош пробегает к ним. Всё плохо у меня с пасиками. Роналду не справился. Пушкош. Венисиус. Ой, ой, как же хорошо. А здесь Роналду с мячом. Но Роналду придётся дать пас на ход и Пушкош. Вторая игра мне больше понравилась, потому что я уже привык к расположению главиатуры. И уже полечено, но всё забивается. Поэтому вот такие вот дела, ребят. Я надеюсь на то, что вам сегодняшний ролик понравился. Мы 123-й ОВР сделали. Я думаю то, что вскоре времени 125-й постараюсь скачнуть. Хотя я думаю то, что на это дело мне потребуются недельки так две. Возможно и дольше. Пока у нас не будет выходить новый ракет. С помощью которых я сумею хоть каким-то образом себе сделать прокачку. Либо ждать, когда у нас ранги повысят. Я сам его прокачиваю дальше. Ждём. Пока что вот такие вот дела у нас. Пока что вот именно такая ситуация. Надеюсь на то, что вам сегодняшний ролик понравился. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. И напоследок мне хотелось бы вам напомнить то, что у меня вы можете получить бесплатно абонемент полёта, либо звёздным. Всё лишь за ваш лайк, за вашу подписочку, да и за ваш комментарий. Всем вам до скорых встреч и всем вам пока! Пока!